Всем привет, меня зовут Вика, я из компании ZenTech и сегодня я расскажу как настроить программу для фотобудки маленькая планета. Для начала зайдите во вкладку камера, выберите модель вашей камеры и напишите ниже ее имя и пароль. С камеры Garmin больше ничего не нужно делать, а для того чтобы запустить Wi-Fi GoPro, откройте мобильное приложение GoPro на телефоне и активируйте Wi-Fi. Перейдите во вкладку Main, тут вы можете увидеть текущий статус подключения к камере, время записи, размер итогового видео, его продолжительность. Может выбрать чтобы камера делала фото и видео, только видео, при этом можно задать чтобы программа дополнительно выбирала кадр для фото и сделанного видео, а также только фото, при этом можно делать видео из фото. Посмотрите например такого видео из фото, основной плюс, обработка занимает считанные секунды. Если поменять время записи, то автоматически изменится и время итогового видео. По умолчанию в программе включен рейверс, поэтому итоговая продолжительность в 2 раза больше времени записи. Осталось настроить печать и отправку и уже можно будет работать. Если вы хотите печатать итоговую фотографию, то зайдите во вкладку фото и активируйте соответствующую функцию, после чего выберите ваш принтер. Настройки отправки можно настроить в Web Settings, Sharing Settings. Введите данные вашей почты, настройки для Gmail вы видите на экране, также введите свою почту и пароль от нее. Далее в настройках Google аккаунта безопасности разрешите небезопасное приложение. Во вкладке Email Editor программы вы можете поменять тему и текст письма, а также имя отправителя. Нажмите Full Screen, а потом Save and Start, чтобы видеть окно, которое будет видеть гость. Если вы видите Something Went From, значит камера не подключена к программе. Для возвращения в главное меню проведите мышкой или пальцем слева направо в верхней части экрана. Нормальное окно выглядит вот так. Нажмите на кнопку Start, вы увидите обратный отсчет и начнется съемка, затем вы увидите превью и итоговый результат. Можно нажать на поделиться и отправить на почту, нажать Retrite, чтобы переснять и финиш для завершения сессии. Если у вас сейчас нет камеры, то можно использовать кнопку Test для создания фото и видео с новыми настройками, но используя архивные ролики с камеры. Чтобы открыть обработанные файлы, нажмите Open Media Folder, выберите соответствующую папку Done MP4 или Done Photo. Дальше перейдем к более детальным настройкам и брендингу. Начнем с фото. Зайдите во вкладку Photo VFX. Здесь вы можете настроить изображение так, чтобы не было видно стойку с камерой. Для этого поменяйте настройку Tripod. Scale отвечает за приближение и отдаление камеры. Также вы можете вручную настроить то, куда ваша камера будет обращена. Пригодится в том случае, если у вас есть баннер или другой элемент, который клиент непременно хочет видеть в кадре. Нажмите на значок мишени, чтобы вернуть стандартный угол обзора. Ниже расположены настройки цветокоррекции. Активированная кнопка Quick Preview автоматически подгружает последнюю обработанную фотографию. Если вы захотите загрузить другое фото для Preview, то используйте кнопку Load File и выключите Quick Preview. Если вы хотите наложить свой логотип или рамку поверх, то нужно зайти во вкладку Фото. Тут вы сможете загрузить свой PNG файл для вертикального и горизонтального формата. Если навести на знак вопроса, то у каждой функции будет появляться описание с нужными размерами файлов и комментариями. Правее вы увидите название файла, который выбран сейчас. Тут можно добавить PNG файл, в котором применятся эффекты. Посмотрите на пример. Ниже можно настроить, когда будет сниматься фото, до или после видео. В настройках печати также можно выбрать количество отпечатков. Также вы можете позволить человеку самому выбирать количество копий, при этом можно программно ограничить максимальное значение. С фото разобрались, теперь давайте откроем видео 360 VFX. Тут также можно спрятать стойку и изменить приближение, а также настроить цветокоррекцию. Также тут есть возможность выбрать один из эффектов и его скорость. Тут также продублирована настройка продолжительности записи из главного меню. Брендинг настраивается в вкладке видео. Тут вы можете выбрать формат 16 к 9 или 1 к 1 и загрузить брендирование в соответствующей вкладке. PNG overlay – это наложение лого или рамки и тому подобного в формате PNG. Moff overlay – это анимированный файл в формате Moff с альфа-каналом. Интро – изображение в начале клипа. Out – изображение в конце клипа. Вы сможете увидеть продолжительность итогового видео с интро и аутро в главном меню. PNG VFX применится к тому формату, который сейчас выбран. Посмотрите примеры с разными наложениями. Add audio – добавить музыку. Fade – плавный начало и задухание музыки в конце. Ниже можно настроить переходы и включить-выключить реверс. Во вкладке Render вы можете настроить размер итогового видео и настройки аппаратного ускорения. Мы обычно ставим размер видео не более 20 мегабайт, чтобы фото и видео могли уйти в одном письме. Настройки ускорения подбираются путем перебора. На каких обработка быстрее, те и оставляем. Если вы хотите проверить настройки, не подключая камеру, то в главном меню есть кнопка «Тест» для обработки старых видео с новыми данными. Теперь давайте настроим экран, на который видит гость. Для этого зайдите в «App Settings – Customization – Start Screen». Здесь вы можете загрузить изображение или видеофайл подложки, а также поменять внешний вид кнопки «Старт». Вместо нее также можно использовать текст. По нажатию «Text Color» можно выбрать его цвет. «Ery Start Button Area» откроет дополнительное окно настроек, где вы можете увеличить или уменьшить размер кнопки. Также можно увеличить размер зоны кнопки «Старт». Дефолт вернется к стандартным настройкам. «Ок» вернет вас в главное меню. «Countdown Screen» отвечает за обратный отсчет. Можно включить или выключить его, использовать ваше видео в качестве обратного отсчета, а также использовать изображение или видеоподложку и текст. Ниже можно поменять количество секунд и изменить текст, который будут видеть люди. «Ery Countdown Area» позволит увидеть ваш экран обратного отсчета и поменять размер отображаемых элементов. «Record Screen» – изображение или видео, которое будет видеть человек во время съемки. «Processing Screen» позволяет выбирать подложку для экрана обработки, а также активирует при просмотра превью. Обратите внимание, что на предпросмотр не видно брендинга, интро и других элементов кастомизации. Видео и фото с ними будут доступны после обработки. Во вкладке «Sharing Screen» можно включить или отключить режим отображения экрана отправки, если, например, вы хотите только печатать фотографии. Также можно отредактировать подложку экрана, сообщение при отправке и время до закрытия окна шеринга. А если нажать на «Edit Theme», то можно отредактировать тему окна отправки. Можно выбрать одну из существующих или настроить цвета всех элементов. «Sharing Touch Keyboard» позволяет заранее предложить несколько вариантов быстрого окончания почты. Удобно для корпоративных мероприятий, где вы знаете корпоративный домен. У нас есть, например, собака.зентех.ру. Во вкладке «Preferences» вы также можете изменить тему программы, которую видите вы, а также задать пароль для открытия окна администратора, чтобы гости случайно не вошли в админ панель. Теперь вы готовы к мероприятиям. Продолжение следует...